ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Менее двух недель остается до вступления в силу новых правил технического осмотра, однако острые вопросы до сих пор не сняты. Пожалуй, самый главный для автомобилистов, сколько будет стоить процедура, ценник все еще не определен. Ранее высказывалось предположение, что он вырастет сразу вдвое. Еще одна серьезная проблема – нехватка пунктов ТО в некоторых регионах страны. По данным коммерсанта, даже Москве их требуется в два раза больше, чем сейчас. ТРАССА СТО ОДИН Государство продолжает стоять на своем. Рост цен на новые автомобили не превысит уровни инфляции. То же самое говорилось в прошлом году, однако по факту машины подорожали в среднем на 10%, что в два раза выше официальной планки обесценивания рубля. В Минпромторге говорят, ничего удивительного, год-то был очень тяжелый. Сдерживать цены в 2021 году собираются в том числе за счет продления госпрограмм, льготное автокредитование, лизинг и так далее. На это выделено более 16 миллиардов рублей. ТРАССА СТО ОДИН В прошлом году в нашей стране рекордно вырос спрос на автозапчасти и услуги по ремонту авто. В последнем случае сразу на три четверти. Об этом сообщили аналитики компании Авито. Объясняется это довольно просто. Из-за подорожания новых машин многие автовладельцы решили не менять колеса, а вложиться в ремонт имеющихся. Самыми востребованными комплектующими оказались детали для ремонта двигателей, кузова и автоэлектрика. ТРАССА СТО ОДИН Доходы среднестатистического жителя России явно не растут, так как цены на продукцию главного автозавода страны – Автоваза. По неофициальным данным, стоимость обновленного «Лада Ларгус» в хорошей комплектации, продажи вот-вот стартует, вплотную приблизится к 1 миллиону рублей. Пока цены на модель начинаются почти от 670 тысяч рублей. Внутри машина стала очень походить на «Рено Дастер». ТРАССА СТО ОДИН Власти российской столицы не отрицают, что в будущем проезд по некоторым московским дорогам будет платным. Первые эксперименты должны пройти до 2025 года. Нет, в мегаполисе не собираются ставить шлагбаумы и пункты оплаты. Она будет бесконтактной на основе технологии радиочастотной идентификации. Для этого автомобили потребуется оснастить транспондерами. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН